Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Доброе утро тем, кто слушает Финам-ФМ с раннего утра. Это утро среды. Мы проводим, как обычно, в спортивном режиме. И, на мой взгляд, лично для меня и для всех поклонников пляжного волейбола наступает самое, наверное, значимое и самое желанное долгожданное событие. 21-25 августа. Центр пляжных видов спорта «Динамо» на водном стадионе. Московский этап мирового тура серии «Большой шлем». Сегодня у нас в гостях Илья Володарский, директор этого московского этапа. Илья, доброе утро. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, слушатели. Слушатели. Для тех, кто из слушателей пожелает с нами поучаствовать в беседе, задать свой вопрос или, может быть, высказать свои какие-то пожелания или, я не знаю, все что угодно, просьбы, то телефон в студии 4956510996, либо можно писать комментарии, вопросы на страничку программы на своем поле на сайте Финам-ФМ. На все ответим. И постараемся помочь, правильно? Насколько я понимаю. Но я думаю, что если будут вопросы, то, наверное, где, когда, сколько, кто будет играть, кто заявленный, об этом сегодня обязательно будем с вами разговаривать. Илья, я представляю, какой у вас сейчас график. Я представляю, что вы, наверное, вообще там ночуете и днюете на этих площадках волейбольных. Или у вас хорошо налаженная работа и есть хорошо обученные подчиненные, которые все выполняют? Ну, все вместе, конечно, за неделю до начала турнира самая горячая пора. Но в отличие от предыдущих лет, когда мы проводили наш турнир на Поклонной горе, и весь турнир проходил на временном спортивном сооружении, то есть непосредственно все корты, всю инфраструктуру, трибуны, все необходимое для комфортного и соответствующего пребывания спортсменов, тренеров, журналистов, болельщиков, в первую очередь, мы возводили с нуля. И, соответственно, это у нас было регламентированное время нахождения на такой значимой площадке в городе. Конечно, это был, скажем так, авральный период. Сейчас, начиная с 2013 года, когда мы получили, по сути, прописались на водном стадионе в Центре пляжных видов спорта, который мы создали совместно с Московской городской организацией «Динамо», часть вопросов автоматически отпала, потому что Центр представляет собой сезонные открытые плоскостные спортивные сооружения, то есть площадки готовы, инфраструктура основная готова, мы должны просто привести в это всю инфраструктуру в надлежащий порядок и соответствующий уровню проводимого турнира. Что касается дополнительных помещений для спортсменов, медицины и так далее, вы знаете, что на территории водного стадиона открылся бассейн современнейший, то есть мы используем постоянную инфраструктуру. Площадки, как я уже сказал, полностью функционируют с 1 мая и, по сути, открыты не только для проведения соревнований, но и для спортивного времени проведения жителей-гостей. То есть можно, не занимаясь профессионально, а просто предпочитая провести вечер мячиком для пляжного любого, прийти и поиграть, то есть меня пустят обычного чайника? Конечно, единственное, что пустят и чайников, и профессионалов, и полупрофессионалов, и любые корпоративные и прочие мероприятия, значит... Но денежек попросят? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, цена площадок там варьируется от 500 до 1000 рублей, что на самом деле не... Ну, удобоваримо, на самом деле. Удобоваримо, это ниже средней по Москве, скажем так, в партегольных... Не будем, да, серебряный бор тоже упоминать, добрым словом. С их ценами. Вот, поэтому площадки открыты, в принципе, они достаточно загружены, скажем, каждый выходной проходит, практически каждый выходной проходит различного рода мероприятия, как городского масштаба, так и всероссийского, по пляжным видам спорта, не только по пляжному любому. Ну, пляжный футбол же там только что был, да, чемпионат России, разыгрывали именно там, и теперь, в общем, такие пескообразные виды спорта, они там мирно существуют, и есть, наконец, свой дом. Да, вы правы, у нас есть свой дом теперь, и прошел не только чемпионат России по пляжному футболу, прошел этап, московский этап Евролиги по пляжному футболу, где сборная России выиграла. Ну, наверное, как бы, хотел бы поздравить еще раз своих коллег, друзей из Российского футбольного союза и пляжных футболистов с обоеванием титула на прошлой неделе чемпионов Евролиги. Считаю, что мы тоже приложили к этому определенные усилия. Каким образом тренировали футболистов? Я могу сказать, что в том числе сборная России проводила тренировки у нас, и периодический локомотив московский пляжный. То есть вы дружите? Да, мы дружим, причем вот эта синергия, она не началась не в этом году. Я бы сказал, что мы начали дружить с 2007 года, когда провели первые совместные мероприятия пляжный волейбол и пляжный футбол в Сочи. Осталось позвать пляжный теннис. Пляжный теннис находится рядом по соседству, я могу сказать, что мы тоже дружим. В Академии Самаранчо, там же на Ленинградском шоссе, есть площадки для пляжного тенниса. Более того, я могу сказать, что мы договорились с руководством комплекса о том, что для тренировок спортсменов в рамках нашего большого шлема по пляжному волейболу мы будем использовать те площадки, которые есть у теннисистов. А сколько будет вообще площадок, когда уже начнется Грэнслэм? Сколько будет? Ну, понятно, что финалы на самом главном центральном корте. У нас четыре площадки. Центральный корт на 3000 мест с VIP-трибуной, с пресс-центром, с местами для спортсменов и так далее. А также три дополнительных корта, но они все с местами зрительскими, скрытыми местами. Порядка 600 мест, то есть по 200 посадочных мест на каждый дополнительный корт, плюс две разминочные площадки в соответствии с регламентом. Наверное, когда будут предварительные соревнования? Может быть, и не так будет заполнено, как в прошлом году было на финале у мужчин и у женщин на Поклонной горе? В общем, народ так бочком-бочком просачивался. Мы чуть-чуть поменяли схему, согласовали с Международной федерацией волейбола схему проведения турнира. Мы будем играть, начиная с этого года, в параллельном формате, то есть и мужчины, и женщины начинают одновременно. Мы заканчиваем игры в группах в пятницу. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы уже раунд плей-офф мы также начнем параллельно. И, соответственно, наши болельщики смогут увидеть в субботу игры россиян, что касается мужчин, что касается женщин. Я уверен, что некоторые из наших команд пройдут предварительный раунд в группах, выйдут в плей-офф, и тогда мы с уверенностью можем говорить, что в субботу. И очень хочется надеяться, что в воскресенье во время финальных игр российские команды будут представлены. Илья, вам не кажется, что если одновременно на двух площадках параллельных будут играть и мужчины, и женщины, то все-таки мужская аудитория отправится к женщинам, а все-таки обделены наши будут юноши вниманием, нет? Нет, мне не кажется, потому что расписание составлено таким образом, как бы идем блоками. Там женщина-мужчина, женщина-мужчина. Соответственно, естественно, все, что касается представительства российских команд наших домашних, все игры будут на центральном корте. А регламент позволяет такое вот сделать послабление для хозяев турнира? Или так прописано прям, что можно? Ну, это настойчивая рекомендация, что хозяева, страна-хозяйка должна для привлечения зрителей, болельщиков. Мудро. И, естественно, домашняя команда всегда ставится на центральный корт. На самом деле, это происходит не только у нас, это происходит везде. Вот. К сожалению, получается иногда так, что на многих турнирах те команды, которые не попадают, скажем, на предварительном раунде соревнований в группу вместе с домашней командой, могут вообще не попасть играть на центральный корт. Сильно обидится. Все игры будут на дополнительных кортах. Ну, это, в общем, такой спорт. У нас игры происходят с утра до вечера, с 9 утра до позднего вечера. Да, вот я смотрю, начало в 9 утра для... Может быть, когда-то будем начинать в 8.30. Вот. В отличие от Поклонной горы, у нас, кстати, на водном стадионе есть возможность проводить вечерние игры при освещении. Будет установлено искусственное освещение, и, соответственно, мы будем продолжать играть и до 10 вечера, и, возможно, позже. У нас совсем немного времени, мы обязательно вернемся к теме освещения и наших участников на Грандслэме. По поводу зрителей, вы не боитесь, что на Поклонную гору ехали больше, чем поедут на водный стадион? Вы знаете, я не боюсь, объясню почему. Поклонная гора, мы очень благодарны правительству Москвы за предоставленную возможность в течение пяти лет проводить соревнования в таком знаковом месте. Но за эти пять лет мы показали, объяснили и научили зрителей, что такое пляжный волейбол. И они приедут? Я убежден, что приедут. Продолжим буквально через пару минут. Следующая неделя для пляжных волейболистов. Настоящий праздник для тех, кто играет. Понятное дело, что это одно удовольствие для тех, кто болеет. Это совершенно, мне кажется, уникальная возможность увидеть действительно лучшие пары и мужские, и женские в Москве. У нас московский этап мирового тура серии «Большой шлем» 21-25 число. В гостях директор московского этапа Илья Володарский. Илья, мы, Коль, с вами заговорили по поводу болельщиков и по поводу инфраструктуры, которая присутствует теперь на стадионе на Водном и в центре пляжных видов спорта. Сколько вообще болельщиков вы ожидаете? Кого ждете? Это будет такая публика специфическая, профессиональная? Или, в общем, те, кто, может быть, поблизости живет, заинтересуется, придут, посмотрят, что там? Ну, мы ждем, вообще говоря, всех. Пляжный волейбол – это такой вид спорта, который доступен и комфортен всем. И вживую это выглядит гораздо лучше, на самом деле, чем по телевизору, в отличие, может быть, от других видов спорта, где следить за перипетиями спортивной борьбы по телевизору, может быть, даже удобнее. Пляжный волейбол дает те эмоции, тот заряд, который, наверное, нельзя передать некими электронными средствами массовой информации. Вот, что касается, конечно, в Москве есть сложившаяся аудитория, которая придет всегда в любую погоду, где бы мы это ни делали. Конечно, за те пять лет, когда мы проводили турнир на Поклонной горе, мы получили дополнительное количество болельщиков, которые, наверняка, узнав об этом мероприятии, приедут. Я могу сказать, что с точки зрения нахождения людей на водном стадионе, та атмосфера и та инфраструктура, которая присутствует на сегодняшний день на водном стадионе, она более комфортна. Поклонная гора имеет свои неоспоримые плюсы, но точно так же есть свои минусы. В силу ряда причин и регламентных норм, условно говоря, мы не могли обеспечить необходимое количество парковочных мест в районе Поклонной горы. На водном стадионе это будет? Конечно, мы обладаем куда более серьезным запасом необходимых парковочных мест. Мы были ограничены городским регламентом с точки зрения времени проведения турнира. Естественно, и на водном стадионе все меры безопасности, которые должны соответствовать подобного рода мероприятию, будут соблюдены. Мы ожидаем, что у нас центральный корт, как я уже говорил, на 3000 мест, поэтому я не вижу каких-то таких объективных причин, что он будет не заполнен не только в выходные дни, но и в течение рабочей недели, в четверг, в пятницу. Тем более, что, как я уже сказал, будут вечерние игры, очень комфортно. Что характерно, когда мы проводили соревнования по пляжному волейболу в Казани в рамках универсиады, вечернюю сессию мы тоже играли при искусственном освещении, произвело на меня, вообще говоря, несгладимое впечатление, потому что люди уже, скажем так, ментально освобождались от рабочего дня, приходили, на трибунах танцевали, веселились, и было соответствующего уровня зрелища, вот, поэтому... Ну, мы знакомы с режиссером трансляции, который работал на универсиаде, он сказал, ты знаешь, я много снимал и много ездил, вот той атмосферы, которая была в Казани, я не встречал никогда. Мне кажется, что это вот было лучшее из того, что может быть по пляжному волейболу. Мне, в общем, сложно с ним не согласиться, потому что вы говорите про отсутствие, может быть, вот той доли эмоциональности, которая отсутствует, если ты смотришь по телеку, но даже по телевизору это было видно. И вот музыка, и вот атмосфера праздника, это вот та атмосфера, которая есть, конечно, исключительно в пляжном волейболе, как мне кажется. Да, вы правы. Конечно, опять же, в той же Казани мы не могли повторить то, что было сделано на Олимпиаде в Лондоне, когда в центре Лондона был сооружен 15-тысячный стадион, и та атмосфера, которая присутствовала там, была неповторима. Но я могу сказать, что вот по некому градусу было очень близко. А вот эти замечательные фигуры, которые стояли на Поклонной горе, там, Уолши, Гамовы, они будут перенесены на водный стадион? Фотографироваться-то с пятиметровой Гамовой можно будет? Сфотографироваться с пятиметровой Гамовой можно, но на сегодняшний день фигура находится в Казани. Эти фигуры были сделаны Международной Федерацией волейбола и путешествовали по всему миру не только на турнирах по пляжному волейболу, соответственно, и по классике. Была организована так называемая специальная программа FIVB Heroes. Ее курирует, кстати, наша заслуженная волейболистка Лиза Тищенко, которая работает в маркетинге Международной Федерации волейбола. Что касается фигуры Кати Гамовой, то, как вы знаете, Катя приостановила свои игры за сборную. И Международная Федерация волейбола приняла решение, значит, и отправила фигуру Кати в Казань. Руководство... На постоянное место жительства. Руководство волейбольного клуба «Динамо Казань» с удовольствием ее приютило. Во время универсиады, кстати, Катя опять стояла не на классическом волейболе, а у нас на пляжном. А сама-то она как к этому отнесла, что ее, в общем, на песок-то переместили из зала? Ну, вы знаете, а когда она приходила на Поклонную гору, ну, ей, в общем, все понравилось. Максим Михайлов приходил, вот, они мячики покидали там. Значит, я думаю, что она с удовольствием к этому отнеслась. На самом деле, много людей приходило, фотографировалось. Ну, это звезда, икона не только волейбола, но и всего российского спорта, поэтому... Вопросы о телевизионных трансляциях, они будут? Если вдруг кто-то не попадет, посмотреть где-то можно будет? В общем, значимое событие. Да, конечно, телевизионные трансляции у нас и в субботу, и в воскресенье. Предварительных не будет, будет только финала. Это... На каналах, на телевизионных каналах это будут игры одной восьмой, одной четвертой, полуфинала, финалы. Все, что касается живой картинки с центрального и второго корта, будет... Все матчи будут доступны в интернете. Вы знаете, что есть такой канал Лайола. Да. На Лайоле все будут... Все можно посмотреть. Да, все можно посмотреть. То есть, насколько я понимаю, инфраструктура позволяет не только проводить, но и транслировать. И я думаю, что картинка-то будет, наверное, в качестве в достаточно высоком. Full HD картинка, которую будет транслировать канал НТВ+. То, что касается предварительных игр Лайола, то, что делает Унос Медиа, это будет, ну, скажем так, одной веб-камерой, ну, в общем... Ну, кто хочет, кому интересно. В теннисном формате, да, то есть торцевой... Видна вся структура игры и так далее, значит, с живым счетом, ну, без комментариев, но я думаю, что... Ну, в общем, проще прийти посмотреть, чем вот с одной камеры смотреть. Проще вот прийти и выделить вечер и другой, и поднаслаждаться. Можно с утра посмотреть с одной камерой, а вечером уже прийти и насладиться. Сколько стоит билет, Илья? Порядок цен доступно? Ну, конечно, доступно. Мы не ставим своей целью зарабатывать на этом. Главный момент, почему мы выпускаем билеты на субботу-воскресенье, это для того, чтобы люди, пришедшие на стадион, получили гарантированное место. У нас, например, в воскресенье восемь игр, это два мужских и два женских полуфинала, два матча за третье место, два финала. Ни один человек не может высидеть... Согласна, даже самый преданный. Даже самый преданный все равно нужно выйти, тем более, что на водном стадионе есть что посмотреть, куда пойти. Территория не такая большая, но там и яхт-клуб. И искупаться где можно. Один из городских пляжей, зелено, экологично. То есть для того, чтобы потом была возможность зайти и вновь сесть на свое место, для этого вводится билет. Мы подошли к самому вкусному, к тому, кого мы увидим. Я посмотрела список участников, поняла, что там, ну, за исключением, наверное, двух-трех пар, там есть все. Все, кто сейчас лидирует и задает тон в пляжном волейболе. Это их личное желание, это установка федерации международной к тому, чтобы люди обязательно участвовали в этом турнире. Или это погоня за рейтинговыми очками? Ну, все вместе, потому что это турнир большого шлема. Это и весомые призовые, и серьезные рейтинговые очки. И с этого года заявки идут не как от индивидуальных пар, а от стран. Да, поэтому команды борются не только там за свой личный рейтинг, за свои призовые, но, скажем так, за рейтинг страны. Поэтому федерации задействованы в этом. Вот, из тех, кто отсутствует, речь идет, в первую очередь, наверное, там, американцев, которых мы не увидим, потому что в Америке проходит их национальный финал. Они не могут приехать. И, опять же, вот на прошлой неделе прошел большой шлем в Берлине. Неделя у нас перерыв. Такое случается нечасто в международном календаре в пляжном волейболе. Но неделя перерыва, наверное, команда решила не оставаться там в Европе, тем более при наличии собственного финала. В Польше также национальный финал. Но, наверное, можно сожалеть о двух мужских парах, достаточно серьезных. Одна из которых, кстати, выиграла универсиаду в Казани. Да, было обидное, кстати, поражение наших в финале после женского победного. Но это еще раз говорит об уровне соревнований именно по пляжному волейболу в Казани. Я могу, опять же, с удовлетворением сказать, что, наверное, с одной четвертой у нас было действительно спортивное соревнование, спортивное состязание. А до этого что было? Развлекательная беседа для студентов? Ну, честно. На предварительных играх, конечно, команды были не равны по уровню. И результаты, которые были зафиксированы в играх-группах, они, в общем, тому подтверждение. Счет в парте 21-3, 21-7. Такие вот на любом пляже играют, да? Илья, скажите мне, пожалуйста, вот в связи с тем, что новая система начисления очков, ну, понятно, что с американцами или, допустим, с бразильцами, российским парам, ну, пока тягаться не получается. Бразильских пар два десятка. Из них хороших очень много. У нас, по большому счету, по одной в женском, по одной в мужском. Ну, здесь я позволю себе не согласиться. Что касается женских пар, у нас есть, скажем так... Ну, две. Давайте две, скажем. Хорошо, давайте. Две. И есть резерв, с которым работает Маркас Алюстри, который... А в мужском? В мужском... Давайте поговорим. Давайте, да, поговорим, да, давайте. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Говорим сегодня о пляжном волейболе. В Москве с 21 по 25 августа на водном стадионе. Московский этап мирового тура «Большой шлем». В гостях у нас директор этапа Илья Володарский. Для наших слушателей. 495-65-10-99, 6 номер телефона в вашем распоряжении. Сайт Финам.фм, страничка программ на своем поле. С Ильей мы заговорили буквально две минуты назад о том, на кого из российских пар мы можем с удовольствием посмотреть в Москве. Про мужские и женские пары. Давайте еще раз вернемся к тем, кто является для нас, для российских пляжников, флагманом. Ну, давайте начнем с девушек, естественно. У нас есть ярко выраженный лидер, это Уколова-Хомякова. Победители универсиады. Возвращаемся все время к Казани. Победители универсиады, победители, первые в истории победители Большого шлема на мирового тура в прошлом году. Очень удачно завершили сезон, выиграли и Большой шлем в Клагенфорте, в Мекке, пляжного волейбола мировой. Дальше были подиумы и на Большом шлеме, и на других турнирах. Ну, то есть, конечно, они в Берлине-то как себя проявили? Они проявили себя и в Берлине, и в Клагенфорте на чемпионате Европы. Я был в Клагенфорте представителем Международной Федерации на этом турнире, и как бы видел, что в одной четвертой финале, когда они встречались со стриячками, с сестрами Швайгер, девочки имели у нас четыре матчбола, и я думаю, что если бы они хоть один реализовали, они бы, естественно, там уже были. Ну, поплыли, такое бывает. Поплыли. Просто надо понимать, что Клагенфорте — это нечто особое, такого нет нигде. Я думаю, что, может быть, там не на одном виде спорта, да? И тем более, когда играла домашняя команда, там варил что-то невообразимое, и вот этот... Закричали наших. Я даже не знаю, как это назвать, там, третьим игроком или... Четвертым сразу, да? Вот. Видимо, это сказалось. Ну, наверное, это не могло сказаться. То же самое произошло в Берлине, когда точно так же за выход в полуфинал играли с немками, представляющими Берлин, кстати. Холтвик Землер тоже проиграли на таймбрейке. Вот. Ну, буквально там пару недель назад они выиграли домашний Open в Анапе. Что касается второй пары, существенный прогресс у Марии Прокопьевой и Светланы Поповой. У нас еще была пара, представляющая Россию на Олимпиаде Анны Возаковой, Анастасия Васина. Анастасия Васина взяла декретный отпуск для того, чтобы, как я понимаю, лучше подготовиться уже к Крио. К Олимпиаде и Брио. Вернуться у Анны Возаковой. Тоже небольшие проблемы со здоровьем, поэтому в этом году они взяли паузу. Вот. Но эти две пары в Москве будут? Да, конечно, будут. Причем, благодаря как бы домашнему турниру, хомяковы уколы будут посеяны под первым номером, что дает им более простую жеребьевку. Также вайлдкарту и место в основной сетке получила наша заслуженная пляжница Саша Шаряева, Моисеева, чемпионка Европы 2006 года вместе с Сырцевой Екатериной, молодой спортсменкой. Также есть две команды в квалификации. Что касается мужчин, Константин Семенов, Ярослав Кашкарев будут также посеяны под первым номером. В сетке есть Сергей Прокопьев, Григорий Гончаров и вайлдкарта, скажем так, произведшему фурор в силу того, что Ярослав Кашкарев был вынужден по болезни сняться в Берлине. Вячеслав Красильников, который с Константином Семеновым, такого не было, если не ошибаюсь, 5 или 6 лет, россияне на подиуме заняли второе место в Берлинском Большом Шлеме. Вот Константин Семенов с Вячеславом Красильниковым. Эта пара будет в том же режиме выступать, в том же составе? Пока непонятно. Есть определенные регламентные нормы. Значит, на сегодняшний день заявка выглядит Кашкарев-Семенов, Прокопьев-Гончаров, Быканов-Красильников. Просто когда вдруг сформировалась нечаянно в Германии вот эта пара вышла, как раз Красильников-Семенов, то вдруг появилась информация, что якобы наставники национальной сборной хотели эту пару создать, но в связи с травмой Кашкарева вот это все случилось само собой, и якобы теперь будет именно это выступать в таком составе пара. Ну, во-первых, я не являюсь наставником сборного. Вот, это вопросы... На самом деле это вопрос стратегии и развития и формирования пары. Это ведение федерации. Во-первых. Во-вторых, существуют определенные нормы и регламенты по заявкам в Международной Федерации волейбола, которые нельзя просто вот так по шельшку поменять. Вот сегодня мы хотим так, завтра эдак. Поэтому, к сожалению, я не обладаю достоверной информацией из стана Всероссийской Федерации волейбола, какие шаги предпринимаются. Может быть, в дальнейшем это и будет так. Но пара-то выстрелила, посмотрите, как хорошо. И никто не ожидал, сказать честно. Конечно. С удивлением просто все смотрели. Причем, надо сказать, что дело же не только в том, что команда заняла второе место. Дело в том, каким образом она это заняла и какой уровень игры она показала. Потому что они попали в очень сложную группу, в которой присутствовали Алисон и Мануэль, чемпионы мира 2011 года, серебряные призеры Олимпийских игр в Лондоне. Эммануэль вообще имеет коллекцию всех Олимпийских наград любого достоинства. Они обыграли их. Они обыграли многократных чемпионов Европы, голландцев, ну, Мидора со Скайлом. Вышли с первого места из группы, не проиграв ни одного сета. Дальше обыграли Дальхаусера, предыдущего Олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Моё сердце разрывалось, я не знала, за кого этот момент болит. Потому что они очень хороши. В Дальхаусера я влюбилась как раз в Москве. В его игру, я имею в виду. Почему только в игру? Обыграли их. Потом следующим шагом обыграли действующих, выигравших в этом году чемпионов мира, молодых голландцев. Которые, ну, скажем так, некая нью-дженерейшн такой, это оба за два метра, гиганты, которые просто убили всех на чемпионате мира. Обыграли их. После этого обыграли действующих чемпионов Европы. Буквально две недели. Испанцев, Ферреру, Гавиру, которые выиграли чемпионат Европы в Клагенфурте. То есть прошлись просто вот по всем каткам. Но, видимо, уже сил не хватило на финальную игру. Тоже выиграли первый сет. Наверное, в первую очередь, благодаря своим ошибкам, в большей степени не смогли довести дело до победы. Сами испугались, быть может, тому, что они сделали и как они так легко прокатили всех. Я не думаю, что они испугались. Конечно, ответственность давила. Но, судя по комментариям и отзывам... А вы там не были? Я не был. Я был в Клагенфурте и уже, в общем, готовил Москву. Но по отзывам тех, кто там присутствовал, тренеров, представителей тренерского штаба, ребята пытались играть раскованные. Раскованные, в общем, после того, как они всех обыграли, в общем, нечего было терять. И, наверное, в этом залог успеха в том числе. А мы можем говорить о том, что после этой победы... Потому что, вот вы сказали, я посмотрела, в 2007 как раз был Барсук-Каладинский и в 2008, когда они доходили до той же стадии. Но это было, согласитесь, давно. И уже этой пары нет. И уже некоторых мы видим опять в классическом волейболе. Причем давно. Нет ли предпосылок к тому, что вслед за Красильниковым, Кашкаревым, Семеновым появится еще кто-то, кто сможет вот так же хорошо? И сможет ли вот эта пара дома при поддержке своих трибун вдруг выстрелить второй раз? Ну, хотелось бы верить. Вот как я уже сказал, я убежден, что мы будем иметь российские пары в субботу, начиная со стадии 1-8, 1-16. Что касается молодежи, опять же, я убежден, что в российском волейболе достаточно амбициозных... Хлеб пляжного волейболиста, он очень тяжелый. И я убежден, что, наверное, он гораздо более такой жесткий и черствый, нежели игрока в классический волейбол. Вот, но, потому что это в течение круглого года, переезжая с места на место в различных погодных условиях, нужно каждый день доказывать там по несколько игр в день свою состоятельность. И пока ты доберешься до необходимого рейтинга и призовых очков, и призовых денег, которые, скажем, позволят достигнуть определенного уровня с точки зрения зарплат, должно пройти много времени и много песка, что называется, придется съесть. Но я убежден, что Россия обладает необходимым количеством, достаточным количеством молодых людей, достаточно амбициозных, для того, чтобы понять, что если в классическом волейболе, ну, скажем, откровенно, да, у нас классический волейбол находится на таком уровне, где достичь максимальных высот сложно, да, то, с другой стороны, уровень квалификации вот этих молодых ребят позволяет им при наличии амбиций добиться соответствующих результатов в пляжном волейболе. Ну, смотрите, можем ли мы говорить о том, что пляжный волейбол у нас вдруг стал развиваться семимильными шагами после, например, открытия Волейграда? Мы, в отличие от бразильцев, не можем себе позволить тренироваться 300 дней в году. Мы вынуждены либо брать какие-то там сумасшедшие деньги и лететь в Бразилию и в любую другую теплую страну, либо, собственно, вот заниматься в каких-то закрытых помещениях, но, согласитесь, это не тот пляжный волейбол. Ну, я здесь с вами согласен. На самом деле, я не знаю, что дешевле. Улететь или здесь? Улететь или здесь. Во всем есть свои плюсы, свои минусы, да, и я считаю, что должен быть там соответствующий баланс. Да, Волейград обладает всеми необходимыми условиями с точки зрения пребывания спортсменов и проведения учебно-тренировочного процесса, скажем так, в закрытом режиме в зимнее время. Что касается спаррингов и какой-то вот коммуникации, что очень важно в пляжном волейболе, да, потому что это некий такой цирк Шапито, который перемещается с этапа на этап в течение всего года, и нужно в этом цирке Шапито быть, что называется, социализированным. То есть нельзя приехать в необходимых физических кондициях, да, там, и вот так вот с листа взять и начать всех обыгрывать, да. Но так и не бывает в любом виде спорта, согласитесь, это нонсенс. Ну, соответственно, как бы, я считаю, что должна быть, в общем, где-то разумная середина, все, что касается, конечно, тренера выстраивать этот процесс, да, вот, но... В Олеград это хорошо, сборы и спарринги и в Бразилии, и в Америке, и в Южной Европе, это также необходимо делать, что, собственно, и происходит. То есть, как бы, первые пары могут себе это позволить. Еще хорошо бы в России так сделать зиму не 9 месяцев, а хотя бы там 6,5, чтобы у нас тоже была возможность как можно большему количеству молодых пляжников приходить и пробовать себя и как-то развиваться. Ну, вы знаете, у нас в районе Черного моря, в частности, в городе Сочи, в олимпийском кластере, в прибрежном кластере Олимпийского парка в прошлом году в течение зимнего сезона средняя температура была зимой 18 градусов. То есть, теперь у нас есть Сочи, теперь у нас появится прекрасная, уже появилась Казань, где тоже, в общем, можно как-то повышать мастерство. Ну, Сочи еще не появилась, Сочи есть на карте, но почему бы, вот у нас теперь Сочи зимний курорт, почему бы чуть-чуть его не сделать все-таки все равно... Вдруг вспомнить о том, что... Вдруг вспомнить о том, что он литий, и там не нужно строить никаких очередных гигантских спортсооружений, всего-навсего там подсыпать песка правильного и... Ну, кстати, по поводу правильного песка, вот на московских площадках очень немного, действительно, хорошего песка на многих площадках, где-то строительные, где-то вот такие булыжники прям лежат. Я так понимаю, что это проблема, даже не то, что проблема, которая на мировом туре не существует, у вас какая-то определенная даже, может быть, длина или как называется, фракция, да? Это прописано четко в правилах, есть соответствующая лаборатория в Канаде, аккредитованная Международной Федерацией Волейбола, куда мы отправляли образцы... У нас идеальный песок. Да, у нас идеальный песок. Поговорим и о песке, в том числе, через пару минут. Возвращаемся в студию, возвращаемся к разговору. У нас сегодня в центре внимания и на повестке дня турнир по пляжному волейболу, ну, это, наверное, так очень скромно мы его обозвали, мировой тур под названием Grand Slam, большой шлем. Сегодня у нас в гостях Илья Володарский, директор московского этапа в гостях. Илья, мы, говорю от всех, наверное, пляжных волейболистов с нетерпением ждем этого праздника. И, конечно, вот бесконечно благодарны, не знаю, кому нужно говорить слова благодарности, что Москва вошла в число тех городов, которые принимают Grand Slam. Их же очень немного, их буквально вот на пальцах двух рук и не более. Когда вот, может быть, это старый уже вопрос, но когда это произошло, когда было принято это судьбоносное решение, и есть ли у нас шанс оставаться в обойме этих избранных? Спасибо. Это, в общем, очень важно, что этот вопрос прозвучал, потому что, конечно, в первую очередь за то, что мы имеем возможность принимать этот турнир, благодарность должна быть в первую очередь адресована правительству Москвы, мероприятия в перечне значимых мероприятий, московому спорту, Министерству спорта, который поддерживает это мероприятие, естественно, Всероссийская Федерация волейбола, которая там... Я помню, как мы это получали, вообще говоря, значит, в 2007 году, когда Барсук и Ладинский заняли второе место... На Мире, да? На Мире с тогдашним вице-президентом, первым вице-президентом Всероссийской Федерации Шевченко Саниславом Владимировичем в городе Гштадт. Мы вот просто пришли в Международную Федерацию волейбола и сказали... Хотим? Да, вот мы хотим чемпионат мира, вот, они сделали квадратные глаза, потому что в Москве до этого мировой тур проводился еще там на зачаточных стадиях, это было в Сторгиной и в Тропарево, и тогда мировой тур не представлял то, что он представляет сейчас, вот, они оторопели и сказали там, ну, вы сначала попробуйте хоть большой шлем провести, вот, ну, вот таким образом мы в эту историю ввязались. И успешно проводите? Да, но если бы... Наверное, в 2005 году, когда мы взялись вообще за пляжный волейбол, кто-то сказал бы мне, что там... В 2008 мы уже будем стоять на Поклонной горе с большим шлемом, но я бы удивился очень сильно. Вот. А чемпионат мира-то дадут в итоге? Мы претендуем на чемпионат мира, и уже в 2015 году известно, что он будет в Голландии, соответственно, у нас есть 17-й год, надо точно определиться, где мы хотим его делать, подготовить соответствующие документы, согласовать это с органами исполнительной власти в первую очередь. Ну, мне кажется, вы попадете в обойму, смотрите. Нам пора уже. Легкая атлетика, футбол, почему бы не пляжный волейбол, это зрелищно, это массово, это здорово. Ну, вы знаете, мы хотим сделать не просто большой турнир, да, если делать, браться за чемпионат мира, мы хотим сделать не просто большой турнир, мы хотим сделать там в таком формате, в котором еще, скажем так, чемпионат мира не проводился, да. А чем он может принципиально отличаться? Возможность будет в нескольких городах. Возможность такая, наверное, есть, да. У нас на сегодняшний день есть возможность после универсиады в Казани сделать это в Казани, естественно, Москва, естественно, мы упоминали там южные регионы, да, вот Анапа уже провела, там есть Сочи. Просто сделать что-то такое, чтобы это был не просто большой турнир в одном конкретном городе, а чтобы это... Все приехали, посмотрели по разным городам. Возможно, да. Ну, я, наверное, не буду оригинальной, выражу мнение обывателей, что всякий мужчина в нормальном возрасте, конечно, любит пляжный волейбол за красоту его, за стройных, подтянутых девчонок, которые так легко и изящно обращаются с мячом, и они не представляют, как это тяжело. У них это делается все, вот, ах, как это просто. Ну, да, это такое расхожее мнение есть, но я думаю, что и девушкам нравится пляжный волейболист. О, да, вы наступили на самую больную мозоль, потому что, конечно, это подтянутые, стройные парни. Тут можно вот выбирать, и даже если ты ничего не понимаешь в пляжном волейболе, ты можешь прийти и просто наслаждаться, потому что это просто красиво. Просто красиво, они все харизматичные, и мальчики, и девочки, и, в общем... Остается только дождаться чемпионата мира. Вы заговорили про Анапу и про турнир. Для меня он достаточно вот особняком стоит, Анапа Open, хотя бы просто потому, что я увидела вдруг в числе участников Жулиану. Человека, которого я знала как бразильскую волейболистку, и тут я ее вижу в российском турнире. Хотел поправить, что Жулиану в Open не принимал участие, значит, прошел там финал чемпионата России за неделю до Open. У нас есть возможность в регламенте чемпионата России заявлять иностранцу в российскую пару. Я могу сказать, что приезд Жулианы был не первый опыт. Несколько лет назад приезжал Харли, бразилец тоже, признанный самым ценным окрогом 2009 года мирового тура. Так получилось, что сейчас Жулиана без партнерши. Лариса приостановила, взяла паузу. Но тоже декретный отпуск, по-моему, отправилась. Это модно. Вот. И Жулиана сейчас не задействована в сборной Бразилии. В общем, ей сделали предложение, которое ее устроило. Она прилетела и вместе с Машей Бородковой, которая сейчас Прокопьева, выиграли чемпионат России. Я могу сказать, что и Латыши регулярно, вот самый известный, это и Мартин Шплавинш, неоднократный чемпион России, в Лондоне занял третье место, и Саша Самойловс неоднократно принимали участие в чемпионате России. Такая возможность есть и, собственно, этим пользуются. А российские пары не говорят, ребята, да это наше место? Нет? Ну, клубы принимают решение, если клуб, Московская область решила найти партнершу в качестве иностранки, и сумели договориться с Жулианой, почему нет. Кстати, американка играла, Карика, она участвовала в универсиаде в Казани, и Женя Уколова находилась в поиске партнерши, потому что финал разыгрывается по клубному принципу. И прямо на универсиаде, я был живым свидетелем, сделала предложение, и они заняли второе место. Слушайте, ну это удивительно, когда ты вдруг приезжаешь в Анапу на самый обычный национальный турнир, и вдруг видишь, что действительно... Чемпионку мира. Народ-то приходил с удовольствием посмотреть на таких игроков, или, в общем, это все прошло незамеченным для широкой публики, только для специалистов и для тех, кто внутри общается? Ну, на мой взгляд, финал чемпионата России прошел на уровне специалистов, как вы сказали, а на опене было много народу в финальные дни, в общем, была проделана работа руководителями Волеграда по привлечению зрителей, вы знаете, полно лагерей, отдыхающих. В общем, финал собрал... Трибуны были? Да, трибуны были. Илья, ну я думаю, что вы достаточно часто ездите и по стране, конечно же. Вы видите, растет интерес к этому виду спорта, или все-таки пока еще вот для многих пляжный волейбол, это когда ты пришел на пляж, взял мячик и в шубу начал играть, или как-то выбивало? Растет. Растет, и на сегодняшний день, я думаю, что главный принципиальный, в общем, вопрос, который необходимо решить, и это задача там и в Российской Федерации волейбола, и местных федераций, создать вот этот средний уровень, как бы базис игроков, не профессионалов, да, там полупрофессионалов, любителей, для того, чтобы люди могли сделать там... Была возможность сделать качественный скачок. У нас страна большая, много климатических поясов, сделать это не так просто, вот, но необходимо все-таки создать эту систему, при которой она должна быть регенерирующей, что называется. Вот, иначе это все будет продолжаться, вот, поиск звезд будет продолжаться, скажем так, волевыми решениями. А сейчас это модно привлекать иностранных игроков в российские команды. У нас в пляжном волейболе такого не намечается, и никто из бразильянок не собирается принять российское гражданство и выступать уже на полном. Я такой информации не обладаю, и вот, насколько я знаю, нет. Своих хватает? Своих хватает. Хочется, чтобы своих хватало, скажем так. Ну, когда ты приезжаешь на любую пляжную площадку в Москве, будь то Луткарина или Строгино, или в какой-нибудь там Терлецкий лесопарк, ты понимаешь, что тебе нужно занять очередь, прежде чем зайти на площадку. И, как мне кажется, в Москве в этом отношении еще есть какие-то площадки. Там в Брянске где-то я видела. Все, площадок вот таких хороших, профессиональных, их по пальцам одной руки. Тоже сдвигается с мертвой точки. Вы знаете, что в парке Горького сделаны хорошие площадки, отличные площадки, я бы сказал. Вот история с популяризацией московских парков, которая там идет под эгидой правительства Москвы. Сейчас пришли запросы из других парков, в частности, насколько я знаю, сейчас к концу августа, все-таки к концу сезона, но будет сделана площадка в Сокольниках. Вот, причем эти площадки делаются, скажем так, на профессиональном уровне уже. И там будет хороший песок без булыжников? Я думаю, да. Потому что, конечно, когда ты играешь на строительном песке, ты долго потом... Да-да, это отбивает желание у многих, потому что прийти, просто вот даже маленького ребенка привезти, посадить в песочницу с настоящим таким белым прокаленным просеянным песком. С пляжей Капакабаны, да? Это немножко другие ощущения. Конечно, конечно. Но, тем не менее, у нас остается буквально две минуты. Давайте еще раз повторим, где, что, когда, кого мы смотрим, кого видим, всех приглашаем и с удовольствием ожидаем этого праздника. Большой традиционный большой шлем мирового тура по пляжному волейболу состоится с 21 по 25 августа в Центре пляжных видов спорта на водном стадионе. Основные игры 24-го и 25-го, 25-го полуфинала и финала. Но 21-го, 22-го, 23-го тоже нужно приходить. Все самое интересное. На самом деле, весь чемпионат, он происходит 21-го, 22-го и 23-го, да? Когда все команды в сборе, максимальное количество игр, еще никто не проиграл. Когда еще все в хорошем настроении. Все борются и максимальное присутствие. Вот, всех будем рады видеть. И могу сказать только в добавление, что на следующей неделе после Большого шлема с 29 августа по 1 сентября, там же на водном стадионе, открытый Кубок России, финал Восточноевропейской волейбольной ассоциации, также рейтинговый турнир, более низкого рейтинга, но там будет собрано и больше российских пар, и представительство всех стран бывшего Советского Союза. В общем, для тех, кто любит пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис, можно смело отправляться на водный стадион. Там теперь ваша вотчина, там теперь ваш дом. Можно на всех посмотреть, автограф взять, мячик дойдут подержать, быть может, которым играли чемпионы. Может быть, можно выиграть мячик. Ленинградское шоссе, владение 39, станция метро, водный стадион, пешком можно от метро дойти, можно на машине. Ну, в общем, главное туда прийти, собраться, не полениться. Когда ты смотришь чемпионат мира по лёгкой атлетике, вдруг видишь пустые трибуны, это грустно. Вчера, вот, к счастью, всё было заполнено. Была Есенбаева в секторе для прыжков, и некому было, в общем, и место-то уступить старушке. Вот хочется, чтобы у вас было точно так же, чтобы ты пришёл и понял, что тебе и сесть негде, а очень хочется, и ты стоя остался смотреть. Вот я вчера был, я видел, всех приглашаю, на самом деле, поддержать наших на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Вот, ну, Елену Есенбаеву приглашаем на пляжный полейбол тоже. Ну, почему бы и нет, тоже хороший повод, порадуемся. Спасибо, Илья Володарский. В гостях у нас директор московского этапа мирового тура по пляжному волейболу. Там мы свидимся. Спасибо.